Зарплата для маленьких компаний У меня высший образователь в области бухгалтерского учета Я проработала более 20 лет В должности главного бухгалтера 8 лет Последние 12 лет я работаю в педагогике В основном это высшее образование, дистанционное дневное заочное отделение На специалисте я работаю с 2009 года Основные курсы у меня Тот курс, который вы обычно проходите Теории и практика бухгалтерского учета По этому направлению я выпустила более 9 тысяч слушателей И главные бухгалтера, и руководители, и аудиторы Но так как их желание очень сильное было, чтобы я вела 1С Мечта первых групп точно сбылась И 4,5 года я веду по направлению 1С в этой сфере И 1С зарплату, то есть если будет какой-то спрос Ну вот добавился у меня в статусе То есть потому что я сдавала экзамен по 1С в бюджетной сфере Если попадете в бюджет Но для этого нужно будет тогда пройти еще теоретический курс Казенный бюджетно-автономное учреждение Потому что план счетов совершенно другой Ну в основном вот в этом как бы спектре Семинар у нас с вами, я уже вам сказала Называется кадровый учет, зарплатный кадровый 1С в бухгалтерии И рассчитан в большей степени на знакомство с 1С в бухгалтерии То есть в уровне 1 Но на примере, то есть отдельной темы Труда и заработной платы Чтобы я вам показала просто Как работать как бы в 1С зарплате То есть именно, но с точки зрения 1С в бухгалтерии Рассчитан на маленькие просто компании Ну максимум, который я всегда рассчитываю Это максимум 10 человек Больше нельзя, потому что в этом плане Это очень трудоемкий путь Вы сегодня увидите То есть я вам покажу немножко больничные Здравствуйте То есть и отпускные Они считаются просто вручную На калькуляторе, как вот мы с вами делаем Это в ручном варианте Поэтому сложности, конечно, есть Наш с вами семинар, он рассчитан на 2 часа Ну а сам курс, я вам просто его немножко охарактеризую Он рассчитан на 24 часа То есть это 6 занятий, то есть лекционные То есть практические Плюс у вас есть самостоятельная работа В 1С бухгалтерии, наверное Есть принцип, очень хороший вариант То есть я бы хотела, что все-таки Когда вы пройдете курс, если не проходили Вы его использовали, потому что существует учебная база То есть в 1С То есть она стоит 300 рублей И в ней можно просто набить руку Потому что в других вот курсах Допустим, как тоже зарплата управления персонала Учебной базы нет И мы с вами получаем только ту информацию Которая проходит прямо на курсе Поэтому преимущество очень хорошее Сама программа рассчитана на начальную настройку На тот момент, что вы заполняете базу Учет на политику Заполняете все справочники Регистрацию, формирование уставного капитала Затем вы проходите учет основных средств То есть только в простом варианте На первом уровне Потому что вы там просто покупаете Основные средства от поставщика Плюс проходится именно ремонт основных средств Выбытие основных средств Вам показывается, то есть как начисляется амортизация То есть у нас замечательно В отличие от теории бухучета Я бы так назвала И основные документы Затем вы как раз приходите в модуль номер 4 Изучаете там, как заполняются авансовые отчеты Кассовые операции Пока прохождение курса присутствуют И приходные, расходные, кассовые книги Ну, наверное, замечательность Наверное, первого как раз уровня В том, что там показывается Учет труда и заработной платы В один из бухгалтерии Потому что если расценивать второй уровень Там этого элемента нет И поэтому плюс очень хороший Посмотреть все-таки Как она выглядит Вот заработная плата То есть именно в один из бухгалтерий Модуль номер 5 Это учет и реализация Анализ данных И в завершение курса То есть на первом уровне Проходит учет НДС Вы смотрите книгу покупок-продаж Смотрите заполнение налоговой декларации По НДС Завершение периода Как это завершается в программе И плюс урегламентированной отчеты Поэтому всегда помните, что Отчетность, она показывается На первом уровне Один из бухгалтерий Если будете в дальнейшем записываться На данный курс Но цель курса Сразу напоминаю Это научиться работать С основными объектами программы Просто с ней познакомиться С этой программой Целевая аудитория То есть вообще она рассчитана для всех И поэтому я считаю, что Где бы вы мне не работали Вам все равно придется пройти Наверное 1С Чтобы с ней познакомиться Потому что она нужна всем Абсолютно начиная То есть у нас с вами С кадровых сотрудников Менеджерам, руководителям И главным бухгалтерам И бухгалтерии Поэтому я рассчитываю, что Вы для всех это нужны Так, ну, конечно Подготовка только на этом курсе То есть обязательно Большинский учет Теория и практика Считается Потому что он рассчитан Для начинающих курс Обязательно базовая Компьютерная подготовка Потому что Вы работаете на клавиатуре На компьютере Чтобы вы не отставали От других площадь Или на этот элемент Наверное, главнее Наверное, чем первый вариант Для компьютерных технологий Ну и в завершение Я вам презентации Своей скажу Так как первый уровень Он все-таки у нас с вами Сертифицированный Так, ну что у нас здесь ругается Я вам, наверное, всем выключу Так, все, выключил Сертифицированный Поэтому вы получаете Свидетельство От центра специалист Отдельно В электронном виде Вам передается Международного образца Это сейчас в электронном виде И замечательность Не знаю, как сами Слушатели это оценивают Я считаю, что Очень замечательный элемент Что вы получаете Свидетельство От фирмы 1С Потому что Статус, он ваш Просто возрастает Если вы Заканчиваете В нашем центре То есть достаточно Специалисты Достаточно большой Спектр часов То есть в основном Это больше 72 часов Вам выдается Удостоверение Повышение квалификации Ну вот такой у нас С вами Набор Именно Попробующим То есть наша программа То есть Именно один из первого уровня Она сейчас у вас на экране Первое, что вы должны будете сделать То есть когда Вот начинаете делать настройки Я просто вам объясню Вы должны пойти через раздел Главное Если кому необходимо Можете делать для себя записи Для себя Чтобы вам было Понятно потом Где зайти Или прийти потом на курс Вы идете вначале В организацию Открываете ее Организацию Заводите через создать Я на примере вам покажу Просто Заводите все данные Основной банковский счет Номер счета Вот видите Здесь адреса уже Есть подписи То есть заносится Для Как ответственные лица Обязательно За подготовку отчетов У вас И самое главное То есть идете То есть потом После этого То есть как только Все прошли То есть реквизиты ваши И все фунты запомнили Вы идете Раздел Главное Параметры учета Это второй этап По заполнению Поэтому Ну с точки зрения Зарплаты То есть я вам просто Сразу закладку Зарплаты открою Если вы все-таки В один из бухгалтерий Делаете То есть делаете все-таки То есть именно В один из бухгалтерий Учет зарплаты Труда и заработная плата Поэтому точка должна быть В этой программе Обязательно По каждому работнику Так как вам придется Вести учет больничных Галочку Обязательно Я ее просто сразу Уже проставила Вести учет больничных Отпускных Или вариант Больничных отпускных В программе Будет отсутствовать Все зависит от настроек Затем автоматически Пересчитывать Вот начисление зарплаты Ну и кадровый учет Должен обязательно полный Но есть одно но Так как мы с вами Все хорошо знаем Что мы делаем Зарплату все-таки Большей степени В один из зарплаты Управления персонала Тогда вот В параметрах учета Нужно будет делать Такой путь Обязательно Вы должны поставить Точку во внешней программе Тогда в один из бухгалтерий Зарплата не будет рассчитываться Обязательно Сводная точка По всем работникам Галочки нам уже Вести больничные Здесь не нужны будут И программа Всю эту информацию Заберет И разрешит вам Загрузить Из другой мини программы Зарплата управления персоналом А так как мы с вами Будем вести учет Здесь В бухгалтерии Мы с вами Оставим в этой программе В этом как бы Особенности То есть именно Параметры учета Если что Запоминайте Если где-то Были То есть у нас С вами нюансы Затем После этого Параметра учета Вы идете В учетную политику Ну она у меня заведена Я просто открою Вам покажу Какие элементы Вы должны пройти Все абсолютно Закладки По учетной политике То что вы заполнили То есть используете У себя В практике Ну основной счет У нас здесь будет 44 Это второй Третий этап Который вы должны Заполнить В учетной политике А затем Так как у нас Все-таки тема Зарплата управления Персонала Вы начинаете Заполнять Справочник Физические лица Поэтому ваш раздел Будет Зарплата и кадры Идете Справочники Вот здесь Справочники Настройки Физические лица Они у нас будут Сейчас с вами На семинаре Заполнены Поэтому я вам Открою То есть первую строчку Чтобы вы посмотрели Как это заполняется То есть во-первых Здесь заполняется Фамилия, имя, отчество Дата рождения Пол она сразу Одновременно Вам заполнит На первом уровне Не заполняется ИНН и СНИЛС Поэтому Вы должны будете Их заполнять Могу единственное Сказать Что если То есть программа Она сама в базе Всегда проверяет ИНН и СНИЛС Если он черного шрифта Значит все правильно Если красного Тогда он у вас неверен И вам нужно уточнить Тогда То есть по свидетельству Правильно ли вы Занесли просто То же самое происходит По СНИЛСу Поэтому это Вы должны занести Напротив У вас заносится Паспортная Видите Здесь вид гражданства Можете вот открыть Посмотреть То есть Есть серию Заносите Прям с паспортных Данных То есть Если необходимо Паспортные данные То есть вы здесь заполняете Обязательно Адреса и телефоны Потому что на первом уровне Мы не заполняем Адреса и телефоны А так Если ведется это здесь Это обязательно Нужно сделать Это ваши справочники Итак Это ваш справочник То есть физические лица Он должен заполнить Абсолютно полностью Это ваш первый этап Второй этап Так как физические лица Они у вас занесены Вы их должны перевести В сотрудники Обязательно Поэтому вам нужно пойти То есть обязательно Зарплата и кадры И найти сотрудники Их у нас нету Видите То есть Поэтому вы должны Их перевести Поэтому Ваша кнопочка В основном Это рассчитано То есть создать Вы нажимаете Создать Так как вам нужно Сейчас вот директора Допустим Принять Набирается просто Первые две буквки Вот как я сейчас набираю И вы нажимаете кнопочку Enter Она вам открывает Окно Исправочника Физических лиц Это исправочника Попадает Ну такое Наверное Веселое окно В программе Которое вам гласит Вот найден человек С похожим именем А вы ей говорите Да это тот Кто мне нужен Вот так вот Такое веселое настроение Здесь создается у вас Затем вы идете Обязательно вверх Видите здесь Оформить документ Да есть И вы говорите Прием на работу Она у вас просит Записать и продолжить Вы скажете Да Она откроет вам Затем документ Прием на работу Видите Начинайте с даты Всегда Чтобы у вас ошибок Не было в базе С даты нужно начать Поэтому вы ставите дату Когда вы его принимаете На работу А это 1 января 16 год Предварительно Вы уже занесли Все подразделения Видите она мне Сразу уже высветила Да Подразделения А он у меня директор Значит дирекция Должность Он у нас с вами Генеральный директор Где должности Заносятся То есть у нас с вами Все в справочниках В справочнике Заходите То есть заносится Именно здесь Подразделение у нас Через главный раздел Оттуда это берется Затем у нас Дата приема 1 января 16 год Здесь вот посмотрите Вид занятости Независимо что вы В один из бухгалтерий Это проделываете Здесь есть вариант Видите И внешнее совместительство И внутреннее совместительство Это можно использовать Именно в один из бухгалтерий Затем у вас появляется Вот здесь внизу табличка Вы должны установить оклад Ну оклада я не буду То что вы на уровне Проходите Допустим Вашего директора Установлен по штатному Расписанию 100 тысяч И вы его сюда зафиксировали 100 тысяч То есть Потому что вот Единственный минус В один из бухгалтерий Штатное расписание Допустим Вы должны тогда создать Отдельно где-то в компьютере Там в Ворде В Экселе Здесь нет штатного расписания В бухгалтерии Почему я вам говорю Что это рассчитано Просто для маленьких компаний То есть для которого Можно где-то отдельно Его создать То есть в унифицированной форме Штатная А сюда заносится Просто вручную Видите То есть я занесла Вручную Потому что она информации Не знает Программа Здесь же Вот здесь еще вариант Есть аванс Видите То есть 40% Она должна считать Нам с вами От оклада 100 тысяч Как только вы все Здесь занесли Как вы видите Оно занесено уже Да у нас с вами Вы идете вверх Говорите Провести Печатная форма Приказ о приеме Т1 Как бы форма унифицирована Она все равно Будет у вас присутствовать Но то есть вы всегда Помните Что то есть Так как вы в будущем Все равно у меня Профессионалы То есть и устанавливаете Главные бухгалтера То есть унифицированные формы Они у вас по закону 402 ФЗ Не обязательны А в программе Вы сейчас сами увидите Они все унифицированы Поэтому приказу Об учетной политике Вы обязательно должны Добавить Список всех Ваших форм Именно отдельной таблички И составить туда Просто все Унифицированные Ваши формы Потому что Не здесь в программе В учетной политику А отдельно В бумажном варианте Чтобы было видно Что вы их используете Ну а так вот Видите Иванова Мы приняли на работу Единственное Вариант Вот в один из бухгалтерий Как вы видели Испытательного срока Такого элемента Нет в один из бухгалтерий Поэтому здесь Придется вручном Поставить ему 6 месяцев Что у него Испытательный срок есть Потому что Других вариантов В один из бухгалтерий У вас не будет прослеживаться Ну и после этого Распечатали То есть если нужно Закрыли окно И сказали Провести и закрыть Он вернется У вас Ваши сотрудники Вариант У вас здесь есть Здесь вот можно Как вот И именно В нашей с вами Зарплате управления Здесь вот Личные данные Видите информация Попала сюда Исправочника Сразу то есть Все данные Да у нас с вами Появились Обратили внимание Здесь же вот Заполняется адреса Через фрагмент То есть наш с вами Но вот С точки зрения Классификатора Если кто ни разу Не работал с программой Сразу скажу Классификатор Загружается Через внизу Через кнопочку Еще Загрузить Классификатор Видите строчка Есть у вас Вы его открываете То есть соответственно Но Предварительно Вы должны С интернета Через налог.ру Скачать файл Вот то что у вас Есть на экране Сейчас видно Фиас Потому что он у меня Загружен уже в программе И вы должны будете Его загрузить сюда Но вначале С интернета В программу То есть компьютер А потом из компьютера Вот если я Зайкрою сейчас папочку Она откроет мой компьютер Вы должны найти Этот файлик И сюда его загрузить А после этого Загрузить адресное сведение И она будет его Просто загружать Сюда Потому что вот сейчас Он загружен Видите как удобно Я наберу Москва Она мне уже найдет Москву Буковка Г В конце всегда пишется Но вручную Можно заполнить Допустим улица Если вот у вас У Иванова Проспект Мира Если вы начнете Проспект Мира набирать Она не найдет Вам нужно найти Мира А потом И списка найти Где у вас проспект Вот обратите внимание Особенность Г буковка в конце Улицы все И проспекты тоже в конце Потому что связано С персонифицированным учетом Ну допустим дом У нашего директора 55 Да он строение 1 Она уже нашла И квартира 55 И после этого Скажете окей Она то есть Абсолютно все Заполнит ваши ячейки Он видите проживание И информирование Сразу здесь Но с точки зрения Если сравнивать Конфигурации Допустим 2 5 И 3 0 Есть конечно И в 3 0 Свои Минусы Но в этом плане Вот 3 0 Она превосходит 2 0 2 5 Она заполняет Сразу ваши Все ячейки А в 2 5 В конфигурации Там нужно было В каждую строчку Зайти и заполнить Но проживание Бывает так Что оно не совпадает С пропиской Поэтому вариант Какой Заходите Прямо в эту строчку И исправляете То есть ту улицу Которую он действительно Проживает После этого Личные данные То есть заполнены И вы говорите Окей И они будут заполнены Здесь же есть Вот налог на доходы Ну так как они уже заполнены Я покажу вам справочники Здесь вы заполняете То есть если у него Есть ребенок Но опять же Не забывайте Заявление Предоставляется Заявление А потом только Вы заполняете Именно на вычет Ну после этого Мы скажем Записать и закрыть И наш сотрудник Сюда появится Видите Иванов Ну теперь я повторю Только единственные адреса У меня не будут заполнены И может на Иванове Я вам показала Скажем Создать Следующий ваш сотрудник Снежина Да это тот Кто нам нужен Она вам все заполнила Идете вверх Оформить документ Прием на работу Да Подразделение Бухгалтерия Должность Главный бухгалтер И дата приема 1 января 15-16 год Не забудьте Вверху дату Обязательно 1 января 16 год Ну размер оклада Я возьму Что у нашего Главного бухгалтера 75 тысяч рублей Скажем Провести и закрыть Но предварительно Печатную форму Все распечатали Провести и закрыть Личные данные Обязательно Заполнили И сказали Записать и закрыть Появится Снежина у нас В списке Получилось Да у нас Снежина Теперь снова Создать Нам нужно Всех сотрудников Занести Малахова Малахова Да это тот Кто нам нужен Оформить документ Да вверху Прием на работу Запоминайте Сам путь Потому что я не зря Несколько раз Вам здесь заполняю Что вы могли Это потом использовать Дата 1 января 16 год Должность Она у нас Сейчас мы посмотрим Она у нас Кассир И дата приема 1 января 16 год Но она у нас Работает Внешним совместителем Поэтому вы Меняете Вид Внешнее совместительство Допустим По штатному У вас в ручном Варианте Написано Что у нее 40 тысяч рублей Вы должны указать То есть Именно размер Вручную Если она занимает 0,5 ставки Значит вы здесь Пишите 20 тысяч рублей Сама программа Она не берет То есть Именно Ваши фиксированные Ставки То же самое Происходит И в зарплате Управления Персоналом Нужно просто Просчитать По совместителям Какая будет У него зарплата Сама программа Это вам Не определит Просто Ну распечатали Можно печатную форму Еще раз Посмотреть Приказ На прием На работу Да Скажем Что ей провести Надо И она открывает Вон видите То есть Сразу Вам форму То есть Вы ее распечатали Очень удобно Даже здесь Это можно использовать И скажем Провести И закрыть И записать И закрыть Нашего сотрудника Малахова Да здесь Еще раз скажем Создать У нас Вот на курсе Очень любят У меня Балашова Борис Борисович Это просто У нас любовь На курсе Первого уровня Потому что Он у нас Идеал В подотчетных Суммах Он отчитывается Вовремя Да это тот Кто нам нужен Также Идете вверх Оформить документ Прием на работу Да Скажете Дата 1 января 16 год Подразделение Он у вас Работает В гараже С точки зрения Конечно Должности Я уже завела Здесь А вот смотрите Как заводится Должность Открывается Справочник Должности Кнопочка Еще Здесь есть У вас И создать И откроется Вот такое окно И здесь Заносится Все ваши Новые должности То есть Классификатора Здесь нет Поэтому То есть Вот где у вас Должности Открываете Показать Все Правую кнопку Мышки Создать Нажимаете Она открывает Вам должность И туда вручную Просто заносится Классификаторов Здесь отсутствует Здесь все вручную Кодов Вы здесь не увидите Поэтому Ну у меня водитель Заполнен Я его выберу Дата приема 1 января 16 года Он у нас Основное место Работы Ну и пускай Он имеет Оклад 25 тысяч рублей И скажем Провести И закрыть Так сказали Да Провести И закрыть И записать И закрыть Появился у нас Еще Балашов Ну и последнего Давайте заберем Создать у нас Метрохин Должен быть В списке Владимир Викторович Мы сейчас Если что Проверим Документ Прием на работу Да Дата 1 января 16 год Подразделение Он работает У вас В торговом зале Должность Заведующий Складом Проверьте Из списка То есть Если нет Значит Нужно будет Заводиться И дата Приема На работу 1 января 16 год Ну я Условно Возму Как и у водителя Ему 25 тысяч рублей Потому что если на курсе У нас минимальные Там оклады В связи с тем Что компания Только открыла Здесь Будем расценивать Что у нас уже Работа давно Да идет И сказали Записать И закрыть Ваши сотрудники Появились В вашем списке Если кто-то По Граждан Правового ГПХ Вы имейте ввиду Здесь у вас нет То есть Такого варианта В один из бухгалтерий Тогда в начисление Зарплаты Придется делать Это отдельной строчкой Как договор ГПХ И все Потому что здесь Такого варианта Как в один из зарплаты Управления персоналом Здесь этого нет Почему я вам говорю Что в основном Здесь это делается Маленьких компаний А в один из зарплаты Там уже полный набор То есть Ваши программы И там можно это построить Придется вручную Начисление Делать Теперь то есть Нам нужно с вами Поэтапно Занести То есть данные Если которые Реквизиты Платежи Бюджет Я уже занесла Поэтому я вам покажу Где это заносится Во-первых Где заполняется Заявление То есть Наши с вами Зарплаты И кадры Раздел Вот смотрите НДФЛ Подраздел Да у нас здесь Вот видите Есть заявление На вычеты Избранное Здесь можно просто Звездочка Просто использовать На вычете Ну и самый главный документ это заявление копия, но программа она по умолчанию будет вам говорить предоставляется до конца года, но вы всегда можете, там просчитали до 18 лет и 24 года у нас дневной формы обучения, зашли и здесь установили, здесь все что угодно можно установить, чтобы ежегодно вам просто не заносить, то есть именно сюда заявление на вычеты. Может по умолчанию она возьмет декабрь месяц любого года, где бы вы не занимались, не вели этот учет. Ну и стали им провести и закрыть. Тот же принцип у вас будет и в программе один из зарплат управления персоналом, ну они похожи, то есть маленькие фрагменты здесь, ну не все конечно здесь есть, это первый ваш этап. Второй этап, так как вы их приняли на работу, у вас здесь есть конечно кадровые документы. Вот если вы зайдете зарплаты и кадры, здесь у вас есть отчеты по кадрам. Заходим. Ну маленький фрагмент отчетов здесь присутствует. Ну допустим вот личные данные сотрудников есть. Открываете. Пишите то есть дату, которую вам нужно. Ну вот я возьму сейчас 1 января 16 год. Вот. И скажете сформировать. Она вам сформирует, вот если и ННН бы был заполнен, да, и снился, чтобы заполнился, смотрите, и дата рождения, и статус здесь. Ну юбилеи, вот здесь она просчитывает даже количество, у кого юбилеи. Значит в 16 году у нас никого юбилеев нету, видите. И поэтому она, то есть ничего вам не посчитала программа. Это она делает сама. Это вот на тот случай, если нужно личные данные. Здесь есть тоже личные карточки Т2 в один из бухгалтерий. Ну иногда бывает здесь немножко проблематично. Ну давайте зайдем, поставим дату 1 января, скажем сформировать. А прям здесь же, то есть зарплата и кадры, отчеты по кадрам и прям ниже, личные карточки Т2. Но, то есть личные карточки, сразу говорю, что на будущее, то есть в практике, вы должны иметь очень-очень такой большой, то есть, наверное, элемент, именно связанный с программой. Ну давайте вот здесь я вот уберу галочки, попробую. Объект не найден, что-то она здесь нам написала. Вот видите, личные карточки не всегда здесь формируются, просто связаны, то есть, именно с платформой просто. То есть, ну, пускай под личную карточку мы с вами не посмотрим. Пойдем, вот здесь есть штатные сотрудники, потому что в программе курса все равно, то есть, не ставится Т2. 1 января 2016 год, организация у нас Орион. Штатные сотрудники, она все равно построит нам, в отличие от личной карточки. Вот они, видите, как бы появились. Здесь и дата увольнения, и дата рождения, все есть. Любые настройки, если вы хотите в один из бухгалтерий тоже использовать произвольные отчеты, тогда только через настройки. Ну, допустим, вариант, то есть, вы хотите, допустим, дату рождения, чтобы она у вас была не в конце, потому что неудобно вам смотреть, а перед должностью. Значит, идете настройки, потому что все произвольные, они через настройки делаются. Ну, должно быть открыто, вид внизу, расширенный, обязательно, расширенный. Ваша, то есть, соответственно, то есть, закладка должна быть поля и сортировка. Открыли. Допустим, находите, где у нас с вами дата рождения, ее подхватываете и переносите перед должностью. После этого, говорите, закрыть и сформировать, она должна ее просто перенести сюда. Вот видите, она мне перенесла. Как бы произвольный отчет вы сами можете использовать для себя. Но если нужно какую-то информацию для вас, допустим, добавить, то тогда тоже настройки. Также вид расширенный, не забывайте, и через добавить. Вот через этот элемент добавляется. Допустим, личные данные, то есть, мы с вами можем сюда добавить. Ну, давайте, то есть, запишем, вот возьмем место рождения, у Иванова все равно запомнило. Выбрали. Она вам запомнила путь. Закрыть и сформировать, она должна добавить вам колонку. Смотрим, вот они, видите, место рождения, они попались и сразу. Поэтому в этом плане любой произвольный отчет, вы должны помнить всегда, настройки, вид расширенный. Если списки отсутствуют, поля сортировки, через кнопочку добавить. Так составляются просто произвольные отчеты. Ну, сам процесс документов, они здесь не все, но обязательно не сохраняйте. Или она будет вам копии добавлять каждый раз. Потому что произвольный отчет вы в любом случае можете всегда сделать. А так вот из списка в основном используются личные данные и штатные сотрудники. Ну, уволенных сотрудников мы с вами, когда начислим зарплату, я вам покажу, вы посмотрите уволенные. Сотрудники, хотя в программе курса это не используется. Теперь по начислению зарплаты, какой путь идет в один из бухгалтерий. Первое, что вы делаете, вы заходите, первый путь ваш, зарплата и кадры, справочники и настройки, и настройка учета зарплаты. Вначале способы учета зарплаты. Способы. По умолчанию программа, она здесь указывает 26 счет всегда. Когда вы ее покупаете, здесь будет 26 счет. Вы должны ее обязательно открыть и исправить тот счет, который вы используете. Если будет 20, значит появится подразделение. Но если у вас торговля, тогда 44, потому что программа операции, корреспонденции берет отсюда. Если вы не исправите на 44 счет, значит все начисления по зарплате будут на 26 счете. И поэтому в этом плане могут возникнуть просто ошибки. Это первый ваш этап. Зарплата и кадры, справочники, вот способы учета зарплаты. Потому что с нее надо начать. Это первый ваш этап. Второй этап вы делаете просто-напросто. Это вот мы с вами должны просто проверить. Значит мы пойдем с вами в справочники. Здесь вот есть у нас с вами зарплаты и кадры вверху. Да, вот здесь видите зарплаты и кадры. И наша строчка, которую вы просто проверяете. Взносы, тарифы и доходы. Это второй этап. Взносы, тарифы и доходы. Кое-какую информацию для себя, для учета как расчетная группа здесь есть. Вот допустим страховые взносы, где вот облагается, не облагается. Виды дохода, видите, галочки проставлены, то что облагается. Здесь же есть предельная величина. Вот видите, там 16-й год уже, да, у нас с вами появился давно. То есть размер пенсионного фонда, фонда социального страхования. А обязательно вы должны проверить последнюю закладку. Тарифы страховых взносов. Видите, там 2 до 28-го года. Вы должны найти ваш год. Ну 16-го здесь исключено. Почему? Потому что ставки у нас сохранились с 15-го года. Вам просто нужно найти 15-й год и найти ту строчку организации, применяющую ОСН, кроме сельхозпроизводителей. Вот она, видите. Вы ее открываете, смотрите, правильно ли у вас все здесь отражено. То есть, ну вот здесь вот видите, 22%, СССР 2,9%, ФФОМС 5,1%. Программа все ставки берет отсюда. И проверить это нужно обязательно. Если нужно скорректировать, можно открыть, скорректировать всегда. Ну для иностранцев, вон эти 1,8, да, заведено. Это ваш второй этап. Вы здесь просто проверяете. Затем вы идете начислять заработную плату. Но для этого вам нужно установить, а предварительно вам нужно сделать реквизиты, уплаты платежей в бюджет. То есть, поэтому для себя можете помнить, что реквизиты платежей, они у вас находятся. Раздел «Главное». «Организации». Организации. Организации. Вот все новое она вам будет указывать. То есть, я новости, я закрываю окно. Открываете вашу организацию. Я вот Орион буду сейчас открывать. И ваша ссылочка вверху. И еще. Вот они ссылки идут. Видите? Вы говорите, вам нужна регистрация в налоговых органах. Открываете эту строчку. Вам нужно ее открыть. Обязательно. И вверху у вас ссылки в настройках будут. Реквизиты, уплаты, налогов, платежи, бюджет. Вот тут сюда далеко у нас с вами программисты упрятали нам реквизиты. Вот смотрите. То есть, главное еще раз. Организации. Открыли организацию. Ссылка еще. Регистрация в налоговых органах. Обязательно нужно открыть вот эту строчку вашу, где вы уже зарегистрировали ее. И ссылка ваша вверху. Реквизиты, уплаты, налогов, платежей. Ну вот я открою один, чтобы вы увидели, как он заполняется. Видите, здесь вид налога. Можете открыть, даже показать все. Здесь список есть, он уже зафиксированный. В программе он будет у вас. Вам не надо будет его заново заполнять. Выбирайте. Получатели вот нужно будет заполнить. То есть, видите, то есть УФК, токовские счета. Программа сейчас номера счетов проверяет, поэтому вам нужно будет, чтобы у вас счетка была прописана, то есть номер счета. Или платежное поручение у вас не получится. Так заполняются реквизиты. После этого, как только вы их заполнили все, по всем налогам, идете в раздел, то есть ссылку «Главное» и говорите «Записать и закрыть», чтобы она все запомнила. Можно для страховки пойти снова в «Орионе главное» и сказать «Записать и закрыть», чтобы все реквизиты уже были у вас заведены. А как только реквизиты платежей в бюджет вы занесли, вы начинаете работать с начислением заработной платы. Для этого что нужно сделать? Можно, конечно, дату начисления заводить предварительно. Ну, допустим, «Главное», да, раздел мы зайдем, «Персональные настройки», здесь устанавливается дата начисления заработной платы. Здесь вот точка ставится, другая дата, и ставите 31 января 2016 год, то есть когда вы ее начисляете. Скажете «Записать и закрыть», она запомнит эту дату, и мы пойдем начислять зарплату. Зарплата и кадры, и ваша строчка, все начисления. Ну, заполняется достаточно на все легко, поэтому в этом плане здесь оно присутствует у вас, поэтому «Создать начисление зарплаты». Вот от параметров учета, видите, у меня добавили строчки, «Больничный» и «Отпуск». А если бы в параметрах учета галочки не проставлено, было бы только начисление зарплаты, и вы бы никогда не могли просто сделать больничный лист здесь. Ну, даже здесь это тоже можно сделать, мы сейчас с вами попробуем это осуществить. Месяц начисления, январь, 16-й год, когда вы их приняли на работу. Дата, видите, она из персональных забрала, 31 января, так как если в вашей компании все-таки маленькая, подразделение можно не использовать. И ваша кнопочка просто «Заполнить», вот она. И вы ее нажимаете. И она подбирает всех ваших сотрудников, которые, то есть у вас были именно приняты на работу. Здесь же, вот видите, она начислила зарплату, здесь же НДФЛ, вот видите, строчка вверху идет. И здесь же у нас прокрутку продвиньте, там же есть взносы, вот видите, то есть взносы. Она по каждому сотруднику вам начислила все взносы. Взяла поставочку, видите, какая молодец. Должна январь, 16-й год, 31 января. Поэтому в этом плане, то есть она должна вам это сделать. Единственный вариант, вот в один из бухгалтерий, в отличие, наверное, от один из зарплаты. Потому что если вы для маленькой компании ее будете использовать, вот если я количество дней меняю, вот здесь, допустим, да, вот Балашов, вот количество дней, если я изменю Иванова, 10, она не пересчитает вам зарплату никогда. Поэтому в этом плане здесь получается ручной вариант. Значит, вы на калькуляторе, вот он калькулятор, посчитали за отработанное время, изменили, то есть за отработанное, если он отсутствовал, допустим, у него получилось 85 тысяч рублей. Она здесь, вот видите, сразу изменила, 230. И удержала, то есть изменила сразу. И НДФЛ она пересчитала, видите, он и поменялся. И взносы поменяются сразу. Они изменились, взносы сразу, вон сумма, видите. И поэтому здесь приходится делать вручную. С точки зрения вот того, что вы сказали мне, ГПХ, тогда через добавить просто. Заводите отдельную строчку, допустим, вот вариант добавления. То есть сейчас мы посмотрим. Добавить. Что она у нас не хочет? Добавлять нам строчки где-то. Правилось. Добавить. И вот здесь, допустим, выбираете того же Иванова. Он у вас дирекция, допустим, да, работает. Ну, показать все. То есть здесь можно использовать через добавить. Можно применить. Будет прописано. Вы сюда его дополните. Придется просто в ручном варианте это делать. Какие-то варианты. Ну, количество часов мне здесь не надо добавлять. Я могу оставить так же. Но в НДФЛ, то есть она должна похватить вам данные. Вот я вижу, она вот изменила. То есть наши данные. Но в взносе вам нужно обязательно проверить. Потому что программа в один из бухгалтерий, она не знает, что это у вас ГПХ. И, соответственно, фонд социального, то есть она не будет этого просчитывать. Поэтому, значит, нужно опять же на калькуляторе посчитать, сколько у вас должно быть ФССР 85 тысяч, да, умножить на 2,9%. Видите, то есть не сходится у меня ФССР. Так, у нас Иванов-то правильно у нас с вами 85 было? 85. Где она у нас в нос? Она мне как-то 725, да, здесь? И сейчас проверим тогда ее умножить на 2,9%. 2,400 она мне... А, 2,400 должно написано быть. То есть где-то вот ошибка. Ошибка все равно присутствует. И здесь, то есть у нас с вами... Ну, давайте вот я проведу, то есть посмотрим. А, Балашова? А, ну поэтому и неправильно, да, то есть она мне... А я уже сомневаться стала. А вот 2,755, видите, то есть она забрала. То есть еще раз на калькуляторе у нас получилось, наверное, там вот 2,400, да, 85 тысяч. На 2,9 договора-то они, то есть не будут у нас с вами облагаться. Поэтому нам нужно будет здесь исправить потом вручную. 2,400 вот где-то коррективы. Или, допустим, то есть строчку, где у нас Балашов, то есть потом придется корректировать просто. Потому что по ГПХ и тут. И поэтому в этом плане, то есть вы его использовать здесь не сможете как дополнение. То есть, ну, а я начисление сейчас Иванова просто удалю. Ну, а здесь вот если Иванова сейчас посмотреть, у нее, видите, все правильно. Потому что скорректировать вы не сможете. Вариант. И скажете провести и закрыть. Если все-таки у нас есть больничный, давайте вариант посмотрим, хотя бы больничного листа. Вы идете создать больничный лист. Если все-таки появился, а мы используем один из бухгалтерий. Январь, да, вот здесь допустим. То есть у вас месяц все равно. Ну, дату можно оставить 31-го. И сотрудник у вас Иванов. Но сама она не считает. Здесь номер поставили ЛИСКА. Причина, вариант есть, вон, заболевание. И освобожден он у нас с вами, допустим, с 15-го января, 16-й год, по 31-го января, 16-й год. Процент оплаты, то есть здесь вам нужно будет исправлять, потому что трудовой, то есть у нас с вами, то здесь стажа нет. Поэтому нужно будет по трудовой книжке посмотреть. То есть сколько же все-таки у него стаж трудовой идет для пособия. Ну, вот здесь вот, смотрите, она все равно посчитала, вот что начислено 3,467. Но нужно будет по зарплате за 12 месяцев, за 24 месяца посмотреть. Потому что этот вариант она посчитала из минимального, МРОТа. Ну, потому что, видите, то есть дней-то у нас с вами здесь получилось 17. Здесь никак не может быть 3000, да, то есть. А 17 она взяла просто из расчета минимального размера оплаты труда. Поэтому здесь вам нужно обязательно просчитать, сколько у вас дней средний заработок. Видите, то есть у нас с вами средний заработок, допустим, получился 1500. Сейчас посмотрим вариант. Видите, то есть она разрешает вам, он второй год. Третий, то есть средний заработок 1500. То есть перезаполнить не хочет она нам, видите, все равно заполнять вручную. Поэтому придется, то есть нам с вами на калькуляторе здесь, допустим, посчитать начисление, потому что она взяла, он, видите, из расчета МРОТ. Ну, давайте начисление посмотрим вот здесь. Вот за счет работодателя придется все вручную. Как бы здесь она разрешит. Допустим, если получилось 7000, больничный за счет ФССР там 14, да, на калькуляторе посчитали. Идем в главную, она все забрала, он, видите. То есть расчет, она как бы идет вот через начисление в пособии. Если в зарплате это в средний, она автоматически считает, то здесь придется просто на калькуляторе все считать вручную. Поэтому рассчитана, конечно, для маленьких просто компаний. Ну, а я скажу провести и закрыть, чтобы у нас вариант больничного тоже был. Затем у нас с вами еще вариант есть отпуска. Вот здесь, видите, создать отпуск. Потому что в курсе это не используется, мы посмотрим только здесь вам. Ну, допустим, в феврале, да, то есть вы издали, что он пошел у вас в отпуск. Только 16-й год. Дата. Когда вы заполняете? 15-е, то есть февраля, 16-й год. Сотрудник у нас Иванов. Ну, давайте Балашова, а то у нас все получилось на Иванове, да, Балашов. Период отпуска. Ну, допустим, у нас с вами у него 18 февраля. То есть возьмем ему 14 дней, то есть, да, то есть из расчета. То есть если у нас 18-е, это получается 10 дней, значит, мы у нас по 4 марта, да, должно получиться. 15-го, вот сейчас, видите, дни она все равно считает. Значит, по 3 марта. То есть вариант у нас есть. Основание вашего отпуска, допустим, он идет у вас по графику. График отпусков здесь тоже отсутствует в отдельной сухолкере. Предоставляется за период с 18-го, 0-2-го, 15-го, да, года. Ну, потому что за предыдущий год же нам нужно, да, с вами. До, то есть 17-го февраля, то есть 16-й год, ровно год. Опять же расчет, он, видите, то есть он есть, то есть, но она все равно посчитает из расчета оклада. Поэтому в начислениях также посчитали по среднему за 12 месяцев до предыдущих. И заведете просто, то есть, вашу сумму. Потому что здесь придется делать нам с вами все вручную. То есть, да по-другому, то есть вы не сможете это сделать. Ну, просто я вам для расчета, то есть, сказала, что нужно за предыдущий год. Потому что, чтобы вы знали, что отпуск здесь придется ввести вручную только. То есть, как бы расчет автоматического, она будет читать всегда из расчета или оклада, или мрот. Все. Других вариантов в один из бухгалтерий. Просто не происходит. Отмена расчета вы, то есть, вы ошибаетесь. Это не в один из бухгалтерий делается. Если у вас действительно такие глобальные, то есть, методы расчета отпускных, значит, только в один из зарплаты управления персоналом. Потому что отмена отпуска вы отозвать его здесь не сможете никак. Значит, вам придется все корректировать в зарплате вручную. Или, то есть, через операцию вручную делать. То есть, вот где операция, операция, введенная вручную, если вы действительно здесь и отпуска, то есть, планируете и больничные. Потому что это один из бухгалтерий. Это не один из зарплат управления персоналом. Это там можно сделать. Переносы, отмена, вызов из отпуска. А этого здесь у вас не произойдет. Поэтому некоторые элементы, многие, вам придется делать здесь просто вручную. Как только вы начислили просто зарплату, даже вот по отпуску вы можете нажать, то есть, вот видите, то есть, операция неправильная. Больничный тот же. То есть, значит, придется все корректировать. Видите, то есть, она здесь взяла, вон 69 немножко счет. То есть, но, тем не менее, то есть, приходится делать это все равно вручную. Но информацию она забрала, видите, информацию. То есть, после того, как вы начислили зарплату, вам нужно начислить налоги предварительно. Но начисление налогов, то есть, у нас с вами происходит перечисление в платежей, достаточно очень удобно, потому что в программе это есть. Затем банк и касса, то есть, мы идем с вами, нам нужно сделать именно, то есть, платежное поручение, вы идете, банк и касса, платежные поручения, да, заходите. В том отчеты посмотрим. Затем, то есть, вам нужно, то есть, установить, во-первых, дату. Первое, что вы делаете, устанавливаете дату, потому что здесь оно было заведено, то есть, поэтому вы идете. Главное, персональные настройки. Устанавливаете дату перечисления ваших налогов. Ну, допустим, у вас 10, 02,06 год. Потому что они заведены, я вам просто покажу путь. И говорите, записать и закрыть в вашей программе. То есть, как только вы попали в платежное поручение, то есть, после установки, еще раз давайте зайдем, банк и касса, платежные поручения, я не туда зашла, платежные поручения. Найдите, там у вас есть, то есть, именно кнопочка, то есть, именно создать, то есть, платежное поручение, она должна будет его создать здесь, оплатить, вот, налоги и взносы найдите, то есть, элемент вверху ваш. То есть, она его, видите, уже скомпоновала на 10 февраля. Вы говорите, создать платежные поручения, документы. Вот, смотрите. Оплатить, оплатить, вверху, налоги и взносы. Что делать вместе со мной? Банк и касса, платежные поручения, оплатить, кнопочка у вас вверху есть, налоги и взносы. Она, мы их подобрала уже. Вы говорите, создать платежные документы, она вам их открывает. Но они сейчас будут повторные, ничего страшного. Вам нужна элемент, чтобы она это провела, все, просто зайти в каждую строчку, сказать, провести и закрыть. Ну, потому что в основном вы работаете с банком клиента. И поэтому, если вы хотите, чтобы они у вас были созданы в программе, значит, нужно зайти в каждую строчку и их провести. Если вы работаете через банк, то вы будете выгрузить. Клиент мы на курсе не сможем с вами вам показать, поэтому это только чисто практически. Вы должны подключить, то есть, вашу программу через банк клиент и будете ее использовать. Потому что здесь мы на курсе обычно, мы используем куриные в банк. После того, как вы создали платежное поручение, вам на следующий день, то есть, банк выдал выписку, верно же? Поэтому вы идете, банк и касса, банковские выписки. Заходите. Ваша дата, то есть, вам нужно найти через кнопочку еще подбор платежных поручений. Называется подбор, подобрать. Она вам откроет те платежные поручения, которые я вам сейчас показывала в базе. Они, видите, не отмеченные у вас. Вы говорите отметить все. Первый ваш элемент. И идете вниз, говорите, сформировать строки выписки. Внизу, видите, желтенькая кнопочка. И она вам строки выписка их формирует. Видите, сразу их будет пять. Она делает это одновременно. И сказали закрыть. Она их просто проведет вам. Единственный элемент, если все-таки в один из бухгалтерий делаются платежные поручения, вам нужно вернуться банк и касса, банковские платежные поручения. Она уже отредактировала. А первоначально они, вот видите, то есть они без галочки у вас прописаны. И вам нужно обязательно зайти в любую строчку, сказать ей провести и закрыть. Она везде галочки вам проставит. И на крестик они становятся серого также цвета. И ваши платежные поручения уже проведены. Но я вам советую, то есть после того, как вы провели, то есть именно выписку, вы проверьте свою базу. Пойдите в отчеты, оборот на сальдовая ведомость. Ну, сейчас, может быть, накладки будут с точки зрения нашего задания. То есть 1 января, 31 января, даже не 31 поставьте, а 10 февраля, да, мы же заплатили с вами. Сказали сформировать. И проверьте обязательно счета 6801, чтобы они у вас закрылись. Вот как вот здесь, видите, то есть обороты у меня отсутствуют. Видите, сальдо конечное нулево. Закрылся, значит, сделалась, да, у меня выписка, провелась. 69-й счет выписки, ну, она сейчас повторно. То есть в дополнение к курсу с вами добавили именно вариант, то есть больничного листа. Как бы информацию она эту, видите, тоже забирает. Видите, тоже есть. Плюс у нас с вами, то есть должен быть, то есть мы еще не выдавали зарплату. Здесь вот, видите, зарплата, да, вот она, видите, то есть у нас есть. То есть прежде чем, допустим, получить деньги в кассу, вы должны зайти в оборот на сальдо. Посмотреть сальдо конечное, сколько вы получаете денег в кассу. Ну, в данном случае вот у меня. 221-741. А потом только кассир у нас будет делать денежный чек, вручную заполнять и оформлять приходный кассовый ордер. Где можно проверить, то есть наши отчеты еще по зарплате. Зарплата и кадры. Зайдите. Здесь вот где зарплата, у вас внизу есть отчеты по зарплате. Ну, элементов здесь есть много, мы по окончанию курса посмотрим. А во-первых, то есть на этом этапе, когда вы начислили зарплату, вы должны, то есть, конечно, распечатать вашим сотрудникам расчетный листок. Вот он, видите, справа есть ссылка, расчетный листок. Потому что мы это должны с вами распечатать. Устанавливаете дату 1 января по 31 и скажем сформировать. Она должна вам сформировать расчетный листок. Вот они, видите, то есть идут. Вы их проверяете. Ну, допустим, вот у Балашова. Вот двое детей, он, видите, там внизу. Правильно ли вам программа все посчитала НДФЛ. Ну, хотя бы на несколько сотрудников. 25 тысяч, вы отнимаете его в вычет 2 800, умножаете на 13 процентов, получается 2 886. Видите, как бы программа, она забрала эту цифру. Но помните о том, что вы должны это распечатать. Вот больничный лист, видите, то есть она даже здесь все равно информацию берет. Видите, она отдельные строчки в расчетном листке показывает вам у Иванова. Больничный лист. Ну, так как вот, допустим, Балашов у нас был в феврале, давайте сразу посмотрим, мы, правда, не начисляли февраль, но давайте проверим. 1 февраля по 29, да, у нас высокосный год в этом году. Скажем, сформировать и посмотрим, Балашова запишет ли она нам строчку отпуск. Да, он, видите, то есть появилась, да, отпуск. Начисления зарплаты нет, потому что вы ее не начисляли, то есть именно в информации. А так, он, видите, то есть она рассчитала, март отдельно, февраль отдельно, поэтому в программе даже в один из бухгалтерии, хоть это и в ручном заводится, все равно можно использовать вариант. Это у вас расчетный листок. Распечатываем, не забывайте, вы должны его распечатать и отдать вашим сотрудникам. Еще один вариант здесь есть, расчетная ведомость Т-51. Но на этом этапе, когда вы начисляете, не забывайте, вы ее не распечатываете. Я вам специально сейчас покажу. Вы устанавливаете период 1 января по 31 января, говорите сформировать. Она вам сформирует вашу унифицированную форму Т-51, которую вы в теорию бухгалтера обычно заполняете. Ну вот в данный момент, почему я вам говорю не распечатать, потому что видите, к выплате нет графа. То есть когда вы ее начисляете, вы ее не распечатываете, вы просто проверяете. А распечатывают расчетную ведомость даже в нашей зарплате, прогресса Т-53. Тогда она вам заполняет Т-50, то есть к выплате колонку. Ну опять же, вот вариант, так как я вам предложила, то есть больничный вариант, вот за январь у нас у Иванова, да, то есть видите, то есть он не попадает в расчетную ведомость. То есть именно сюда, то есть вариант налог на доходы, видите, то есть поэтому в этом плане, то есть информация, она заполняется просто только в расчетном листке. Потому что, во-первых, мы его и не выдавали еще. Это расчетная ведомость. Здесь же, когда вы находитесь, я вам советую, вы сразу проверьте ваши фонды. Прям вот идете напротив, анализ вноса фонда. Обязательно, потому что это нужно проверить. Устанавливаете период 1 января по 31 января, говорите сформировать, открываете ваши все ведомости по всем вашим фондам и просто его проверяете. Ну, допустим, берете также калькулятор. Вот видите, она вам даже больничную, то есть написала, не облагается. Даже в этом плане, то есть можно сказать, программа молодец, да, у нас с вами. Берете, то есть его зарплату, 251 тысяча, и проверяете, то есть взносы. Взносы лучше проверить именно здесь. Умножаете на 22 процента. Должно получиться у нас 55, где вот она у нас с вами. А у нас 230, да, облагаемая, вот она показала. Потому что это, конечно, надо все проверять, то есть условно. Умножили на 22 процента, то есть 50-600. Вот, потому что она добавила 251, видите, еще больничная, да, листка. Поэтому анализ обязательно проверяйте. Потому что вам нужно его проверить. А потом только, то есть, соответственно, делать платежные поручения. Вот еще один вариант. Здесь же у вас есть отчет. Анализ уплаты НДФЛ. Вот ниже. Период установили 1 января 16, по 31 января 16. Организацию у вас Орион. И сказали сформировать. В данном случае, вот мы еще с вами уплаты не было. У нас 10 февраля, да, должно быть уплата. Давайте проверим, то есть сформирует она или нет нам с вами. Вот опять же, вот видите, не формирует. То есть она здесь, наш с вами отчет. Анализ уплаты НДФЛ. Поэтому не все документы вы можете просто в один из бухгалтерий просто использовать. Здесь же, вот напротив, здесь она точно вам сформирует. Регистр налогового учета по НДФЛ. Устанавливаете период 1 января по 31. И скажете, сформировать она, регистра должна вам сформировать. Просто не все документы, конечно, делаются общие по зарплате. Но некоторые, то есть они присутствуют. То есть ошибка в том, что неформирование документа только одна. Когда платформа, и все. Ну, видите, регистр у нас готов. И после того, как вы сдали 2 НДФЛ, вы можете его распечатать. Регистр здесь есть. Здесь же есть у вас карточка учета страховых взносов, вот ниже. Также ваш период 1 января, потому что она за год, поэтому 31 она вам высвечивает. И скажете, сформировать. Вот они наши с вами январь-февраль, то есть у него больничный был в феврале показан. Поэтому видите, страховые, а до этого вы их уже проверили. То есть она вам всю информацию уже здесь, то есть покажет. Это вот по поводу немножко наших с вами отчетов. После того, как вы начислили зарплату, вы должны получить деньги в кассу. Поэтому мы пойдем с вами банк и касса, поступление наличных, ПКО, и, скажем, создать. Вид операции. Получение наличных в банке. Дата, видите, дата получения денег, то есть выплаты за заработные платы, 10 февраля. Но предварительно, то есть вы должны сумму четко знать, да, сколько на зарплату. Поэтому вы идете отчеты, оборот на сальдовая ведомость, говорите сформировать. И смотрим, сколько же мы на зарплату должны, да, с вами получить. А на зарплату мы должны с вами получить 221 741. Возвращаемся, да? 221 741 зарплата наша с вами. Счет кредита 51, все правильно. Статья ДДС, получение наличных из банка. Здесь вы только еще получаете. Потому что здесь вы можете получить и на хозяйственные нужды. Не забывайте, что вы спускаете в ссылку реквизиты печатной формы. Она вам уже заполнит ваш расчетный счет банка. Приложение может быть только денежный чек. Потому что вы здесь деньги получаете. Там у вас будет серия, допустим, АБВ и номер вашего чека. От 10 февраля. Приходный в тот же день, когда вы денежный чек оформляете. И говорите провести и закрыть, да, после этого. Она вам проведет, то есть, ваш приходный кассовый ордер. Видите, он у вас появился. Приходный. Ну, деньги у нас в кассе есть, но у нас у кассира нет, да, еще платежной ведомости Т-53, верно же? Поэтому нам нужно будет пойти в зарплату и кадры обязательно и найти ведомость кассу. Хотя вариант ведомость банк тоже есть, видите, то есть есть. Но для этого нужно будет предварительно, здесь есть вариант, и зарплатные проекты. То есть, вы можете, то есть, все лицевые счета собирать, сюда заносить. Ну, а мы сделаем, то есть, через кассу, как и на самом курсе. Скажем, создать. Январь, 10 февраля. Организация Орион. Здесь вот где выплачивать есть и аванс, и зарплата. Видите, то есть, вариант. И скажете заполнить. И она из ведомости ваших все суммы, то есть, которых вы платите, сюда заберет. Если вот сейчас вы скажете провести, и вот не закрывая этот документ, сделайте вот такой путь, зарплата, отчеты по зарплате, и найдите, то есть, ведомость Т-51, чтобы вы увидели, что с этого момента ваша графа к выплате заполнится. И скажите сформировать. Ну, смотрим к выплате. Вот она, видите, то есть к выплате. Все сразу появилось. Но после только документа Т-53, не забывайте. То есть, на первом этапе начисления вы не распечатываете. Распечатываете после того, как вы сформировали, к выплате заработную плату. Только после этой ведомости. Вот я сейчас в нее вернулась. Ну, давайте мы вернемся в нее. И здесь показала, вы все удостоверились, что к выплате у нас заполнился документ. Верно? Тоже так же. Как только вы делаете перечисление в банк, она вам сразу, то есть, формируют к выплате. Только после этого просто документа. Здесь же, вот, вернитесь в ведомость в кассу. У вас есть, вот, то есть, печатная форма, найдите печать. И там есть платежная ведомость Т-53. Открываете ваш документ. Он у вас готовый уже будет. И вы передаете, распечатываете, отдаете вашему кассиру. Кассира у нас с вами что должна проделать? Она вот здесь вам все выдает, да, зарплату. Наши сотрудники подписывают. Но она вручную, как и раньше, то есть, ну, всегда в практике, она это заполняет вручную. Сколько она выплатила заработной платы? Сколько у нее депонировано, если она кому-то не выдала через кассу? С карточкой, через банк, то есть, в этом случае, то есть, намного лучше. Почему? Потому что у вас нет депонированной зарплаты. А касса, она с этим просто связана. А там у нас срок всего 5 дней. И поэтому в этом плане может так получиться, что кассир у нас не выдаст денежные средства. И скажете провести и закрыть. Она вам запишет сюда вот ведомость. Но, вот если вы сейчас посмотрите корреспонденцию, корреспонденция у вас будет отсутствовать. У вас только расходные, видите, документы здесь присутствуют. Почему оно отсутствует после того, как только вы расходный кассовый ордер осуществите? Поэтому вы, вот сейчас у вас ведомость выделена здесь. Вы идете вот в этот элемент создать на основании. Здесь же он ведь и депонирование есть, если оно было бы. И выдача наличных. Открывается вот такой документ. Но, когда вы в него заходите, в расходной кассовой, не забывайте, он должен быть частично, но заполненным. Если он пустой, значит вы неправильно путь сделали. Значит вы снова идете, зарплаты и кадры, ведомость в кассу и говорите создать на основании. Просто этот документ, он должен быть частично заполнен. Вот видите, она мне написала выплата зарплаты, дату, сумму нашла, которую я должна выдать нашим сотрудникам. А вы дозаполняете просто ее вторую часть внизу. Статья ДДС, оплата труда и реквизиты печатной формы ниже. Опять же, вот в кассовых документах, то есть в программе, есть один нюанс. Вот если вы наберете сейчас Малахову, она ее не найдет по быстрому, видите, поиску. Поэтому в кассовых документах обязательно в кнопочку выбора выбрали Малахову, эти сразу появились паспортные данные. Ну, основание, то есть наша с вами оплата труда. То есть можно написать выдана заработная плата, это вы сами будете придумывать. Выдана заработная плата за январь 2016 года. Приложением ваша платежная ведомость, которую вы уже заполнили. Поэтому платежная ведомость у нас с вами номер 1. Можете этот же номер вот здесь брать, как вот она вам зафиксировала. Можно условно номер 1 написать. От 10.02. Старайтесь в программе, чтобы у вас были документы более полнее заполнены. Потому что проверяющие это очень хорошо оценивают. После этого, если вы сейчас скажете прямо здесь провести дебет-кредит, у вас появится операция. Видите, там 70-50, да, появился, выданная из кассы. Появились. Где кнопочка «Еще», то есть у нас с вами здесь есть расходный кассовый ордер КО2 или вверху, может быть, он будет находиться. Вот и наш расходный ордер готовый. Платежная ведомость будет прикрепляться к расходному кассовому ордеру. Да, вам нужно пойти тогда, если через банк все-таки зарплата и кадра, вам нужно опять же ввод лицевых счетов здесь сделать на всех сотрудников обязательно. И делайте также платежное поручение, то есть и делайте список просто. Сам путь, он похожий, но дополнение есть. То есть и в программе в 1С бухгалтерии все равно это присутствует. Зарплата и кадры, вот видите, то есть вот лицевых счетов есть. Здесь же есть зарплатные проекты. Поэтому всегда можно, здесь просто вопрос был от Сергея, то есть всегда можно получить вариант. Как бы я не говорю, что программа 1С бухгалтерия, она достаточно сокращенная. Нет, у нее автоматизация, все равно мини-автоматизация присутствует. Но для маленьких компаний, вы уже поняли, даже вот больничность у вас, вот допустим, сотрудников из 100, и вдруг из этого количества, то есть вдруг заболели 20 человек, значит вы мне должны вручную на калькуляторе это все просчитать. Это очень трудоемко. Поэтому если все-таки коллектив, то есть ваших сотрудников маленькие, вот 10-15 я еще могу полагать, можете делать в 1С бухгалтерии, не докупать отдельную программу. Но если больше, я вам советую сразу зарплату управления персоналом одновременно. Потому что это там, я могу даже сказать, там есть просто элемент, специальный расчет, заработная плата, вы его нажимаете, она вам все рассчитывает автоматически. Вы только проверяете. Там же есть справки всевозможные, когда человек увольняется, допустим, у вас. То есть поэтому, как бы здесь увольнение можно сделать, но вот этих справок, они будут у вас здесь отсутствовать. И поэтому вам придется где-то их создавать в ОРДе, то есть именно в отдельном документе, чтобы вы могли это использовать. А компенсацию за опыта с бухгалтерией почитает? В 1С зарплате – да, в 1С бухгалтерии – нет, вручную. Поэтому в этом плане здесь не все можно сделать. Но все равно есть плюс. Почему? Потому что, ну вот я могу даже вам для примера привести, вот есть другая программа, то есть может это, допустим, для коммерческой структуры, а есть бюджетная сфера. И в 1С бухгалтерии, там вообще даже вот этого элемента автоматизации, он отсутствует. И, соответственно, им только можно использовать зарплату управления персоналом, и все. Они даже вот этот маленький фрагмент и то не смогут сделать там. Ее нету просто, отсутствует в 1С бухгалтерии. Поэтому варианты, конечно, у нас здесь больше вариантов преимуществ. Но вот смотрите, вы сейчас вот расходный касс вы провели, но если вы зайдете в ведомость, вы не сможете здесь ничего исправить, она вам не разрешит исправление этим, он не разрешается. В этом случае даже, видите, кнопочка «Провести и закрыть» она не работает. Что в этом случае можно сделать в 1С бухгалтерии? Нужно просто отменить, то есть расходный кассовый ордер. А для этого нужно попасть в кассу. Банк и касса, выдача наличных, РКО это называется. Найти вот этот элемент, где 10.02.221.741. И вот через кнопочку «Еще» здесь есть «Отменить проведение». Она, видите, как нерабочая, то есть галочка у вас отсутствует сразу. После этого вы можете вернуться в ведомость выплаты на зарплату, зайти в этот документ, можно, ну, допустим, того же Иванова я сейчас открою, и она мне разрешит уже исправить. Видите, она уже ограничила сумму, и я все что угодно могу здесь уже исправить. После того, как вы здесь что-то скорректировали, вам нужно будет корректировать в расходном, во-первых, ордере. Поэтому лучший вариант, конечно, обычно использует удаление. Почему? Если там идут корректировки, вы на основании ведомости снова создаете расходный, и она автоматически эту сумму подхватывает. А если как бы все-таки вот этот путь использовать, тогда придется вручную заходить и исправлять сумму. Но провести его можно. Через еще «Отмена проведения», если вдруг этот элемент вам нужен будет в программе, и вы будете просто его использовать. Вариант. Вот это у нас выдача, то есть наличная. Ну и немножко у нас с вами есть здесь отчетов по зарплате. Я вот особенно один хотела бы, чтобы вы его посмотрели. Вот заходите «Отчеты», ну и потом уволим сотрудника, для примера. «Отчеты» зайдите. Извиняюсь, «Зарплата и кадры», «Отчеты по зарплате». Зашли. У нас здесь с вами есть, во-первых, вариант «Анализ зарплаты по сотрудникам». Но этот вариант она все равно должна вам заполнить. 1 января по 31 января, когда вы начислили, и скажете «Сформировать». Вот, видите, она вам сформировала, то есть указала вам, сколько он не работал. В этом плане даже очень хорошо, хоть не ручную, да, использовать. Поэтому один из бухгалтерий использует. Видите, больничный заработодатель, это вот на курсе, не используется, хотя мы с вами здесь хоть посмотрим, что есть колонка. И он, видите, то есть у нас сальдо конечного уже ноль. И вот вариант больничного все равно можно, видите, использовать. Ну, давайте, то есть посмотрим, отпускные попадут у нас здесь или нет. Поставим 29 февраля, а мы все-таки в дополнение с вами сделали у Балашова отпускные. Потому что как бы в самом курсе, то есть они у вас здесь не присутствуют. То есть отработано, не отработано, вот я вижу, больничный, да, вот видите, появилась строчка. Значит, вариант можно, да, использовать. Потому что в курсе мы это не используем. А здесь вот мы сразу с вами увидели, что все-таки она информацию хоть и вручную применять, можно применить, видите, то есть они попадают. Поэтому как бы больничные и отпускные все равно можно здесь использовать. Это у нас с вами анализ. Здесь же вот есть просто вариант, хотя я считаю, что он смысла теряет, но вот есть здесь вот напротив прям проверка расчета взносов. Если вы будете как бы здесь использовать. Скажете сформировать. Она вам, то есть, может сформировать, хотя когда вы рассчитываете зарплату, она вам все уже проверила. Но вариант как бы проверки в чем заключается? Что если это черного шрифта, значит у вас точно расчет верен. Но если где-то программа ваша шрифта, значит ваше начисление страховых неправильно. И поэтому в этом плане, даже если вы начислили зарплату, она начислила, вы анализ проверили, все-таки заходите, вот проверка расчета взносов. И проверьте, правильно ли у вас все, все ли у вас черного шрифта здесь. Потому что до этого вы уже в анализе все проверили. Это вот проверка расчетов. И еще один вот документ, особенно очень часто используют по зарплате, вот краткий свод начисления. Здесь есть полный, вот видите, свод. Есть краткий. Поэтому здесь это тоже можно использовать. Но давайте попробуем тоже. Период 1 января 16 по 31 января 16. Организацию выбирайте обязательно. Орион. И скажете сформировать. Она вот видите, то есть вам сформирует полностью. Период полностью. Вот обычно итоговые вот эти строчки используются в таблице. В зарплате. А дальше пойдут ваши месяца отдельно. Январь, февраль, там прям по году до конца. Потому что сейчас я взяла январь, а так бы появился и февраль. То есть все здесь появились данные. Поэтому в этом плане вот самый лучший вариант отчета всегда используют краткий свод. Потому что есть итоговая цифра. Вот можете сейчас изменить период до 31 декабря, чтобы вам нагляднее было видно. Если вы опять же начислили. А ну видите, за февраль мне отпуск, да, в итоговый сразу заполнила. А здесь появится строчка январь, февраль, он видите, отдельно по месяцам. В большей степени в зарплате играет вот этот свод. Особенно за весь период. Потому что когда делается отчетность, вы его открываете, вы видите всю информацию. Называется краткий свод начислений. Поэтому в один из бухгалтерий, как вы видите, вы можете тоже это использовать. Он есть. Потому что полный, он немножко по-другому выглядит, по месяцам. Вот, откройте, полный свод. То есть 1 января можно по 30.06 оставить. Организацию обязательно выбирайте. И он, видите, то есть его полный есть, но по месяцам. А свода нету здесь. И поэтому в основном в практике используют краткий свод начислений. Чтобы было и общие итоговые строчки, и по месяцам можно было посмотреть. Поэтому, ну, этот отчет они тоже используют, но в большей степени краткий свод. И есть еще один документ, который тоже не используется. То есть сейчас в первом уровне, то есть я вам специально покажу. Ну, в своих группах я обязательно это показываю. Он находится зарплата и кадры. И здесь вот смотрите, в панели навигации у вас есть отчеты, анализ расходов на оплату труда. Особенно если вы занимаетесь экономическими расчетами в бухгалтерии. Это используется, когда вы делаете калькуляцию. А руководители, они часто применяют этот вариант. Они просят бухгалтеров, сделайте нам анализ. И вы, то есть, делаете, заходите, запомнили, где находятся зарплаты и кадры, анализ расходов на оплату труда в отчетах. Вот где, под раздел отчеты. Устанавливаете период, допустим, ну, можно до конца года, 31 января, здесь за любой период можете сделать. И скажете «Сформировать». И она вам сформирует вот такой элемент. Но, это так как база моей группы сделана для семинара, она не заполнит сразу. Что нужно сделать? Нужно пойти показать настройки, можете себя пометить. Обязательно раздел «Показатели» и проставить галочку. Вот, потому что предварительно выглядит это таким образом. И его нет. А как только вы заходите показать настройки, показатели, проставили галочку расходы на оплату и страховые взносы, появится вот такой красивый отчет. Достаточно очень оригинальный. Потому что здесь, смотрите, все фонды есть абсолютно по каждому элементу. То есть, есть здесь зарплата и сколько и того. И в калькуляции это обычно используется, когда вы составляете калькуляцию, и вам нужно посмотреть, сколько идет на расходы на оплату труда. То есть, соответственно, он вам может пригодиться. И тем более руководитель, он часто просто требует с бухгалтеров, именно сколько у нас по расходам на оплату труда, вы открыли и можете сразу ему информацию за любой период просто предоставить. Нет. Нет. Вот ни табеля, ни штатного расписания в один из бухгалтерий нет. Это только в 1С зарплаты управления персоналом. Только там это будет присутствовать. Значит, вручную. Если я так вот, что мы работаем в 2 и 5 зарплатами, то у нас есть табель. У нас суммировано. Там есть. У нас суммировано на счет рабочего времени. Мы когда с вами, там, допустим, семилки, там, восьмилки, там, и так далее. У нас это бухгалтерия защитная, а там мы там часы можем где-то что-то неправильно, допустим, поставить. Да, ну как можно посмотреть, допустим, вот там. Правильно ли? Если где-то у вас ошибки в 2 и 5, вы можете, то есть, сделать индивидуальный табель. Там они у вас есть через кадровый учет. Я думаю, что вы проверите расчет зарплана, что правильно считали зарплату. Тоже так же, то есть, заходите в отчеты, то есть, по зарплате, смотрите, делаете анализ. То есть, и там вам будет уже видно в 2 и 5, потому что она отличается от 3 и 0. Так, ну вот еще один вариант у нас с вами. Все равно здесь присутствует вот увольнение. Ну, давайте попробуем на последний вариант, потому что это в курсе тоже не используется. Зарплата и кадры. У вас здесь вот есть увольнение. Вот он, видите, строчка. Скажете, создать. Будете говорить, если какой-то сотрудник увольняется. Ну, допустим, он у нас уволился. То есть, 20 ноября, я условно возьму, сотрудник из вашего списка, кто вам понравился больше? То есть, совместитель, вот здесь у меня Ирина еще спросила вопрос, не увидела сразу просто. То есть, с точки зрения совмещения, то есть, вы когда принимаете его в сотрудника, то, что я вначале вам показывала, вы говорите, что у вас внешний совместитель и обязательно наклад просчитывается из расчета ставки. Сама программа у вас не будет считать. А потом она эту сумму, которую вы рассчитали от 0,5 ставки, 0,3 ставки, она заберет в начисление зарплаты. То есть, только так. Так, ну, что мы решили, кто нам больше понравился? А, Балашов, опять же. Ну, прям он любитель у нас. Дата увольнения, то есть, понятно, что за 14 дней, то есть, мы с вами, да, вот допустим, ну, пускай он уволился с 24 ноября. Он написал у вас заявление. Здесь вот есть статья ТК также. Показать все. Находите, то есть, ту информацию, которую вам нужно. Ну, давайте возьмем вот для упрощения соглашения сторон. Основание, конечно, заявление, то, что он вам написал, да, или в договоре будет прописано. Как бы сам бланк увольнения, он здесь присутствует. Провести, да, скажем. И где печатная форма, находите, там есть приказ об увольнении, то есть, Т8. Унифицированная форма, здесь она у вас присутствует. Вот она. И приказ, то есть, вы можете всегда здесь тоже сделать. Но расчет, опять же, среднего при увольнении придется заполнять вручную. Потому что этого элемента здесь нет. При увольнении. Поэтому в этом плане сам приказ вы можете построить, а вот других вариантов вы не можете использовать. Поэтому такая наша с вами зарплата именно в один из бухгалтерии. Ну, в заключение, то есть, если будут вопросы, я потом посмотрю. То есть, могу только сказать. Моя, конечно, группа, она будет после теории бухучета, то есть, не скоро, 3 сентября, но я все равно вас приглашаю, это суббота будет. И вариант, то есть, есть еще, то есть, именно в августе. Утро 23 августа. То есть, вот, потому что здесь, в июле, то есть, у меня групп просто, они отсутствуют по один из. Просто они отсутствуют там. То есть, декретных тоже нет? Декретных нет. Это только, то есть, если вас интересуют все-таки декретные, пособия, это значит, вам нужен курс один из зарплаты управления персоналом. Причем декретные, они начисляются только на втором уровне. Поэтому вариант только такой. Потому что здесь вы только, то есть, увидите только начисление зарплаты на первом уровне, один из бухгалтерии. Автоматизированный учет. Нет. Поэтому, как бы это просто по бухгалтерии. То есть, то, что у вас используется. Но отчеты постарайтесь здесь вот использовать, кто будет использовать. Особенно я вам советую, вот, в программе один из бухгалтерии использовать все-таки раздел руководителя. Здесь очень замечательно построен, вот, именно руководителю вариант. Потому что вы здесь можете найти любой анализ для себя. То есть, ну, даже вот, если по контрагентам открыли, здесь вроде как в базе было у нас с вами, наберу 15-й на всякий случай. То есть, она вам откроет просто, то есть, вот такие фрагменты и нарисует, то есть, вами фрагменты. Видите, как замечательно. Для любой презентации вы можете это использовать. И для анализа. То есть, вот такой вариант есть. Есть здесь вот через руководителя, если будете использовать, также вот анализ денежных средств. Вариант. Ну, здесь уже в табличке. Допустим. Открыли на любую дату, сказали сформировать. Она вам уже построит. То есть, и анализа. И особенно в дальнейшем я вам советую, когда вы поработаете какую-то большую промежуток времени, используйте здесь вот есть вариант планирования. И здесь есть очень замечательный отчет сравнения режимов налогообложения. То есть, может, вот если вы используете программу долгое время, зайдите, проверьте все-таки. Вы же все документы заносите. Она заполняется очень просто. Вы когда заходите, говорите, заполнить автоматически. Выбираете вашу организацию, если даже она несколько вы ведете, она вам сравнит все системы налогообложения. И скажет конкретно, что для вас выгоднее по налоговой нагрузке. Но даже вот ту информацию, которую заносит на первом уровне, и тот вариант УСН 6% выгоднее. То есть, для именно этой организации. Поэтому вот это сравнение режима, вы его не забывайте. Для себя и заходите частично, то есть, всегда руководите. Потому что анализ любой построить здесь можно. Здесь вот есть даже по прибыли очень хорошо доходы и расходы. То есть, тоже в виде вашей диаграммки. Ну, допустим, если я вот тебя за первый квартал установлю, она вам, видите, то есть вам покажет и доходы, и расходы, и какая у вас прибыль. И то есть, для руководителя, ну, он сделан, конечно, в основном для руководителя, чтобы он вот всю информацию в бухгалтерии мог проследить. Но если вы будете заниматься анализом, раздел руководителю. Только этот вариант. Ну, на этом мы давайте с вами завершим. То есть, не забываем у нас с вами учет основных средств. Если ваш этот элемент вам прельщает, я вас тогда точно приглашаю. Но учет основных средств я буду вам показывать по двум программам. Первый уровень один из бухгалтерии, второй уровень. Он заключен просто в одном целом семинаре. Первый уровень один из бухгалтерии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok